37-е всероссийские соревнования по легкоатлетике Мемориал Георгия Владимира и Вадима Булатовых по традиции собрали участников в легкоатлетическом манеже «Сибирский нефтяник». Начался турнир с краткого экскурса в историю. Атлетам рассказали о тех, чье имя носит турнир. Всероссийские соревнования ведут историю с 1976 года. Имя самому представительному зимнему легкоатлетическому форуму Сибири дала семья Булатовых. Глава спортивной династии Георгий Евгеньевич считался патриархом Омской королевы спорта. Его сыновья Владимир и Вадим Булатовы продолжили славное дело своего отца. Среди почетных гостей сегодня вдова младшего из братьев Булатовых Вадима Людмила. Я желаю им только удачи во всех спортивных делах. Ну и конечно, мне бы очень хотелось, чтобы они все хорошо учились, потому что без этого нету, не воспитываются какие-то, знаете, такие качества спортсмена. В соревнованиях принимают участие порядка 300 спортсменов из 11 регионов России и Казахстана. Наш регион представят около 200 атлетов. Спортсмены выявляют сильнейших в беге на 60, 300, 600, 1200 метров. Прыжках в высоту, длину с шестом и толкание ядра в смешанной эстафете. На этих соревнованиях я в четвертый раз, по женщинам выступаю второй год. Ну, с тренером желание улучшить результат, ну и показать просто достойный результат. На дорожке Надежда Полеева, известная омская легкоатлетка. С первого взгляда заметны перемены в этой девушке. Объяснение нашлось быстро. Надежда параллельно с легкой атлетикой увлеклась еще и бобслеем. Далеко не летним, но не менее интересным видом спорта. Да так увлеклась, что у нее есть все шансы попасть на Олимпийские игры в Сочи. Расскажите, пожалуйста, как идет ваша подготовка как кандидата в сборную? По бобслею именно, я так понимаю. По бобслею? Замечательно. Въезжу, выступаю на Кубках мира, на Кубках Америки. Занимала 5-6 места на Кубке Америки. И на Кубке мира опять 17-е были. Хорошо. Интересно. Программа «Мемориала Булатовых» рассчитана на два соревновательных дня. В первый день турнира в борьбу вступают юноши и девушки. Во второй – мужчины и женщины. Омские соревнования открывают зимний легкоатлетический сезон в России. Их участниками являются легкоатлеты страны практически все члены сборной команды России, представляющие разные российские регионы и страны бывших советских республик. Общее число приглашенных на турнир достигает ежегодно не менее 350 человек. Стараемся из года в год приглашать на этот турнир элиту лёгкой атлетики российскую. Почему? Для того, чтобы было к чему стремиться. И поэтому они, естественно, и популярны. И практически турниры являются одним из сильнейших на территории Сибири и Дальнего Востока. Я имею в виду зимние, закрытые помещения. Поэтому тут всё как бы закономерно, всё понятно. Два дня соревнований расставят всё и всех на свои места. Мы болеем за омских атлетов.